Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в StarStable Online. Посмотрим, какой один из самых популярных праздников вернулся на Юрвик, какие изменения он привнес со своим возвращением, какие лошадки уходят на пенсию, а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее, лежи, седлайте своих коней и поехали! Вот и вернулся к нам на Юрвик Конный фестиваль и также день открытых дверей конюшни Юрвика. В этом году у него очень непривычное сочетание розового, серебряного и зеленого, как будто бы под цвет клуба Бульдоги, который находится в Западной Японии. Ну что ж, давайте посмотрим, у нас тут очень много изменений, все по порядку. Как всегда, как всегда, теперь все сопровождается очень классными вещами, такими как шкаф, который находится на территории конюшни Юрвика, ветеринар, у которого вы сможете купить за весенние жетоны стопроцентный уход за своей лошадкой. В магазине классического снаряжения добавили два новых комплекта, один из которых это комплект стильной страницы, он очень весенний, основанный на иберийском стиле и вот такой вот достаточно не кричащий, но при этом очень-очень нежный, да еще с соломенной шляпкой. Второй сет это сет персикового пуха, очень интересное название, мне нравятся оттенки. Изначально я думала, что, к примеру, вот этот персиковый оттенок будет более пыльным, но по факту оказался очень даже нежным и очень даже ничего, советую к покупке. Ну и также здесь еще есть сеты прошлых лет, которые желтенькие, там еще серебристые, пурпурные, розовые, серые, красные. В общем, есть чем закупиться на грядущий год, связанный, допустим, с соревнованиями. Так что не проходим мимо, собираем жетончики, купим и закупаемся в этом магазинчике. Второй магазинчик находится напротив, но только выступает в виде вот такого вот лепециана, серенького яблока. На нем он демонстрирует другой сет, уже за СК или шиллинги. Здесь есть сет монохромный, вот так называться монохромный сет. В нем есть очень хорошенький, темно-черный, прям такой черный-черный пиджак, перчаточки, сапожки. Конкурное черно-белое седло, нагавки, вольтрап трехлистник, белые шикарные штанишки. О боже, они прям белые-белые-белые. Черный шлем, ну достаточно такой в классических оттенках, с капелькой золотистых ниток. Мне нравится. Остальные сеты это комплекты прошлых лет. Так что если вы всегда задавались вопросом, откуда люди берут эти шикарные вещи, то скорее мчите на день открытых дверей конюшни Юрвика и скупайте все, что вам понравится. Ну и самая важная площадка это непосредственно плац. Плац конюшни Юрвика, на котором тоже появились некоторые изменения. К примеру, в ближайшее время к нам приедет некий старый знакомый, связанный с музыкой. Ставьте лайк, если уже знаете, кто приедет и догадались по тем самым кроссовочкам в трейлере. Ну и еще здесь находится дворецкий Готфрей, который сообщает нам о том, что в скором времени приедет баронесса, которую нужно будет впечатлить своими навыками в верховой езде. Если вам удастся заслужить ее восторг, то она вас наградит розеткой этого года. Ну а также еще будут некие задания, связанные с достижением и получением вот этого питомца, назовем его Мистер Усики. Такой вот классный котик. И если не ошибаюсь, то теперь с этого года задание по верховой езде, которое мы выполняли в прошлом году исключительно на этом ивенте, должно остаться здесь навсегда. И вы сможете в любое время дня и ночи, в любое время года тренировать свои навыки по верховой езде. Также к нам заехал сюда еще и Анди со своими животными, скажем так, живой уголок, где вы можете потискать, погладить и поухаживать за такими маленькими друзьями. Информации очень много, как бы не пропустить лишнего. У нас есть возможность путешествовать между конюшней Юрвика и площадкой фестиваля в Морлэнде. Для того, чтобы путешествовать туда-сюда, вы обязательно должны были выполнить задание сюжетное, связанное с открытием дороги до Ярлхейма. Но если у вас этого задания не выполнено, то, как пишут разработчики, видимо, вы не сможете путешествовать. Площадка находится стандартно на площадке всех фестивалей, всех ивентов. Здесь вас встречает Танн, но изначально, если вы появляетесь около своей домашней конюшни, вас встретит там Линда и скажет, что вам нужно сюда идти. Новых лошадок еще не завезли, но вот старые лошади уже вовсю стоят и ждут того момента, когда кто-нибудь их купит. Напоминаю, что сейчас здесь достаточно много лошадей. Это буланы андалуз, бурые лузитан, лузитан в гречку, англичанин в гречку, пеги англичанин, еще вот такой вот симпатичный, наверное, Авера арабчик и рыженький арабчик. Напоминаю, что эти лошади будут находиться на ярмарке до 24 апреля, вплоть до закрытия данного фестиваля и возвращения его в следующем году. Также изменения пришли не только для амуниции, одежды, лошадей, но еще и персонажей. Теперь здесь есть парикмахерская звездный образ, в которой вы можете купить себе новые четыре вида макияжа. Они все очень необычные и очень мне понравились. Заметьте, нам добавили веснушки. Жалко, конечно же, что это не отдельная вкладка. Очень классные макияжи, необычные, но больше всего меня интересует вкладка парикмахер, потому что нам завезли аж очень большую кучу разных причесок, а вернее их расцветки. Это очень аккуратная прическа для соревнований. И, божечки, как же нам ее не хватало. Правда, стоит такое удовольствие очень дорого. 120 старкоинцев или 10 тысяч шиллингов, Юрика. Так что, если хотите купить такую причесочку, хотя бы одну, нужно либо потратиться на старкоинца, либо хорошенько попотеть и заработать эти самые 10 тысяч шиллингов. И, возможно, вы купить данную прическу и макияжа сможете только в следующем году. Также здесь тоже есть магазин классического снаряжения. Эти магазины дублируются на двух площадках, так что не бойтесь, если даже вы не можете отправиться в конюшню Юровика, вы все равно сможете купить всю амуницию здесь. Но здесь у нас есть еще один магазинчик, в который завезли тоже много чего интересного. Новые оттенки нагавок, бинтов, вольтрапов. Ну, а также новый вид жилетов для наездницы, который идеально подходит для кросса. Очень давно мы видели спойлеры, очень давно хотели, и вот, наконец-то, они их завезли. Ну, а также ниже продаются комплекты прошлых лет. Напоминаю, что здесь этот магазин продает все только за старкоинсы и шиллинги, и даже есть очень старые вещички. Лепецан фестивального снаряжения тоже находится здесь, так что даже те, кто не имеет старайдер, но имеет при себе валюту, тоже можете закупаться. Еще нам завезли новых питомцев, но, к сожалению, из-за вылета игры я не успела к ним вернуться. Ежедневных заданий будет очень-очень много, они связаны и с подбором комплектов одежды, и с прохождением ежедневного чемпионата, прохождением гонок, выступлений по выездке, групповых скачек. В общем, есть где разойтись. А самое главное, что данный фестиваль будет длиться аж целых 4 недели, то бишь месяц, вплоть до 24 апреля. Что же вы можете сделать за это время? Закупиться одеждой, амуницией, прокачать несколько лошадей, а чуть позже и закупиться новыми мастями уже известных вам пород. Но и на этом обновления не заканчиваются. Разработчики обновили глобальный магазин. Теперь, как мы понимаем, окошко персонажа стало более больше, и какие-то еще изменения были добавлены, если честно, которые даже не заметны. Про словам разработчиков, магазин стал очень красивым, и теперь делать покупки еще приятнее. Новые ракурсы и окно предварительного просмотра представляют ассортимент в самом лучшем виде. Действительно, мне кажется, что окошко стало будто бы побольше. И самая, мне кажется, главная новость для тех, у кого нету старайдера. Наконец-то в конюшню Юрвика спустя столько лет на постоянной основе был добавлен лошадиный стилист. Это то, чего я лично ждала очень-очень долго. Теперь здесь, рядом со Стефани, есть человечек, который поможет вам, да еще и в новом виде, выбрать прическу для вашей лошади. Здесь отображаются все доступные прически для вашей породы, а также баланс ваших старкоинсов. Теперь, чтобы посмотреть прическу, надо на нее нажать, а не держать мышку. Так что теперь достаточно просто прокликивать между стрижечками, и вы сможете насладиться в полной мере своей лошадкой в новом виде. Также здесь есть еще и кнопочки с новыми ракурсами, которые выглядят намного лучше, чем старые стилисты, старые версии. Но теперь в Морлэнде все лошади будут самыми модными и самыми красивыми. Так что для меня лично это большое счастье, в особенности для тех, у кого нету старайдера, но начисляются старкоинсы. У меня был такой период, что я очень хотела себе изменить прическу у лошадки, но, к сожалению, не могла платить себе старайдер на доп. аккаунтах. Так что это большущее расширение, которое, к сожалению, вышло спустя слишком долгий промежуток времени. Бессмертная классика клуба Бобкот теперь будет постоянно продаваться в старой и новой одежде ярмарке лошадей Фердинанда. К сожалению или к счастью? Непонятно, но тогда интересно, что они оставили в самом Морлэнде, потому что здесь практически вся одежда, которая была непосредственной в магазине Бобкот. Неужели нам завезут что-то новое для этого клуба? К сожалению, концовку записать не получилось, так как сервера сломались и в ССО невозможно зайти. И последняя новость на сегодня. Андалузская порода первого поколения отправляется на пенсию с обновлением в среду 24 апреля. Эта лошадь покинет Юрвик раз и навсегда, после чего ее нельзя будет купить. К сожалению, это очень-очень грустно, поэтому поспешите на ферму Марли для ее приобретения. Ну а на следующей неделе у нас появится пополнение в конюшне Юрвика в виде завоза новых мастей известных пород. Так что ждем уже с нетерпением и готовим свои старкоинсы. На этом видео подошло к концу, спасибо, что посмотрели его. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Опять разработчики все сломали. Субтитры подогнал «Симон»